Всем привет, с вами Zrobi Makitex, меня зовут Алексей, со мной Юля, и сегодня мы вам покажем нашу классную новую квартиру 120 квадратных метров, будет интересно, погнали! Прежде всего нужно начать, конечно, с локации и места, где находится эта квартира, потому что она достаточно уникальная Она находится в городе Минске и в квартале Пирс Это на сегодняшний момент, наверное, самый лучший и самый интересный квартал вообще в Беларуси Мы покажем обязательно, как он выглядит Это такой квартал современной застройки, низкоэтажный, начиная от индивидуальных жилых домов, заканчивая пятиэтажными пентхаусами Ну и, как всегда, очень большое внимание при проектировании мы уделяли деталям И здесь очень много таких фишек, про которые хочется рассказать, показать И, наверное, сейчас нужно дать слово нашему главному дизайнеру интерьера в этом пространстве, Юлия, чтобы она рассказала про все подробнее Всем привет! Меня зовут Юлия, я дизайнер студии из Robium Architects И в этой квартире я занималась дизайном интерьера, а после вела службу заказчика Наши клиенты молодая пара, они оба айтишники и сейчас работают из дома Поэтому для создания планировочного решения нам было важно учесть этот фактор Создать два автономных рабочих места, но при этом они должны быть вписаны в общее пространство Изначально от застройщика нам досталась квартира с двумя санузлами Но мы отказались от одного из них для того, чтобы создать большое общее пространство, в котором приятно будет проводить время А сейчас поподробнее о планировке Основная фишка данной квартиры это куб, который располагается в ее центре Он с одной стороны разделяет пространство, зону прихожей от зоны гостиной С другой стороны он объединяет ее, так как сделан в единой отделке Когда мы заходим в квартиру, куб это основное, что мы видим И очень важно было его сделать акцентным и вместить весь нужный функционал для прихожей Так, у нас здесь есть открытая зона хранения, закрытая зона хранения с интересной системой открывания Так, мы нажимаем на одну из дверок и у нас есть достаточно большой шкаф для хранения верхней одежды Причем при открытии он прозрачен, то есть вот эта стенка она стеклянная И с внутренней стороны видно, что проникает дополнительный свет у нас в шкаф С этой стороны уже видно напыление бронзовое и мы не видим все эти вещи, которые там лежат И вот в этот куб он с этой стороны это хранение, с той стороны это рабочее место И поэтому вот эта многофункциональная идея, она вот очень хорошо именно разделяет входную часть от основного пространства А максимально притягательной с эстетической точки зрения в этом кубе у нас является зеркальная вставка с встроенной под зеркало подсветкой И что касается санузла, тоже такое наше одно из любимых решений, которые мы часто используем Это плавное перетекание отделки мебельной в стеновую отделку То есть вот здесь мы видим полностью стенку, зашитую МДФ-панелями А на кухне она уже переходит в просто покрашенную стенку Такое решение, оно как бы прячет дверь в санузел в плоскости стены И не видно, как бы не делается акцент, когда человек заходит, что здесь у нас санузел То есть это становится просто утилитарным помещением И как только мы попадаем в санузел, мы сразу же видим самую притягательную его часть Это зону с умывальником, зеркалом и консольной тумбой Еще один пункт, который нас отсылает к этнике в этой квартире Это использование камней на полу со специальной подсветкой И отдельное внимание еще, конечно, заслуживают такие тонкости, как совпадение швов Вот смотрите, в душевой комнате здесь вот плитка, она ровненько по центру нашего полотенцесушителя То есть вся раскладка плитки, она приходит, вот в полочку приходит шов, да, все по центру, все симметрично И вот такие вот нюансы, это в первую очередь показывает, насколько продуман дизайн И показывает вообще, насколько профессионально он сделан, да И как бы естественно, если бы это просто осталось у нас на проекте Наверное, это бы в такой же степени и в высоком качестве не получилось И очень важно было, что мы здесь делали именно службу клиента и занимались всей реализацией И благодаря этому вот у нас нету таких вот ляпов Из прихожей мы попадаем в общее пространство, которое включает в себя линейную кухню, обеденную группу, зону гостиной и рабочее место Так как кухня у нас является частью общего пространства, нам важно было спрятать максимально всю технику Это мы постарались сделать с помощью цвета Так у нас выделена черной частью зона готовки У нас также встроенный черный умывальник с черным смесителем и дозатором Черная индукционная панель и черная техника, которая опять же таки прячется за счет цвета в пространстве На кухне у нас применена необычная покраска Это кашемир, она более матовая и приятная на ощупь Очень важно было в данном проекте для нас создать как раз таки вот эту вот приятную тактильность для заказчиков Так у нас есть стол из массива, который опять же с ярко выраженной текстурой Деревянные стулья из массива марки скандинавский N-Tradition с зелеными велюровыми креслами Почему мы выбрали акцентным цветом зеленый? Так как мы хотели добиться максимальной натуральности в пространстве У нас вокруг этого квартала находится лес Нам важно в своих проектах, чтобы экстерьер коррелировал с интерьером И лес в виде из окна опять же таки сочетается с зелеными акцентами в квартире Еще больше о деталях хочется поговорить, потому что для дизайнера это, наверное, больше половины работы Это именно внимание всем мелочам И вот здесь они все предусмотрены, про них очень хочется рассказать Вот первый из них, видите, скрытый плинтус, который плавно переходит из MDF панелей Он покрашен в тот же цвет, что и стены То есть нет такого жесткого перепада по цвету и фактуре То есть это одинаковая вещь И скрытый плинтус отлично смотрится и очень функционально в плане уборки И вот отдельная история, это вот, видите, вот такие накладки То есть здесь есть пару сантиметров глухой части кухни Которая позволяет именно сделать этот нюанс при открывании двери Что она открывается чуть больше, чем 90 градусов и не бьется уже об стенку Ну и отдельно, конечно, внимание хочется обратить на подсветку Она очень тут приятная Это не просто встроенный свет в верхней полочке Он переходит у нас на стены И организовывает таким образом такой небольшой портал светящийся Который, в принципе, можно использовать без там верхнего света, чтобы работать на кухне Далее мы попадаем с вами в зону гостиной В гостиной мы использовали те же цвета и материалы, что и в остальном пространстве За мной сейчас находится черная зона хранения В которую у нас писано отдельно фортепиано И тут я бы хотела остановиться на подсветке Когда мы делали уже мебель для данного проекта Мы задумались над решением того, как сделать в черной мебели красивую подсветку Чтобы в выключенном состоянии мы не видели белый экран И нашли отличное решение у одной из фирм Это черный матовый экран В выключенном состоянии мы вообще не видим то, что у нас есть какая-то подсветка Этот же прием у нас также есть на кухне Дальше про рабочее место Оно также у нас вписано в общее пространство Оно объединено с гостиной текстилем Мы подбирали специально текстиль, максимально похожий на текстиль, который применен в модульном диване И что еще помогает вписать это кресло в зону гостиной Это то, что оно не похоже на офисное У него отсутствуют колесики Отсутствуют какие-либо некрасивые детали, которые мы привыкли видеть в офисном кресле И так оно максимально вписывается в интерьер В гостиной у нас есть три уровня света Первый уровень это нижний Это подсветки с двух сторон от телевизора, которые светят вниз Второй уровень света это на уровне глаз Они сделаны в виде торшера и различных подсветок мебельных Третий уровень освещения это потолочное освещение Это наша находка гипсовый светильник, который монтируется до чистовой отделки потолка И в выключенном варианте даже тяжело понять, что это освещение Очень хочется обратить внимание на вот эти розетки Они сделаны просто как какие-то замочки Очень приятно Они открываются Это компания АББ делает такие вещи Они такие же приятные на ощупь, прирезиненные фактуры, как и кухня То есть все сочетается и очень классное решение И самый секс, наверное, это в этой квартире Посмотрите, как этот пуфик заезжает под вот эту консоль Это же просто идеально Ну то есть он может сюда заехать Здесь еще останется сантиметр Прям вот все продумано до мелочей Чтобы действительно можно было все двигать и трансформировать пространство То есть диван у нас тоже, он модульный Его можно отсоединить, переформировать И будет там помещение, где будет комфортнее находиться там большому количеству людей Вот, консоль тоже очень классно сделана Если мы обратим внимание, то внизу там нету никаких дурацких таких консолей Которые это все поддерживают То есть оно все спрятано И очень аккуратно и милибатистично смотрится даже лежа на палу А также для того, чтобы объединить общее пространство с жилыми комнатами Мы использовали раздвижные двери Когда они открыты, у нас площадь дополнительная от жилых комнат перетекает в общее пространство Таким образом квартира окажется еще больше Но для того, чтобы нам добиться приватности Мы можем просто закрыть дверь И выглядит она полностью как стена Так мы можем попасть с вами в спальню Я уже говорила ранее про зеленый в интерьере И еще одна фишка этой квартиры Это цветной тонированный шпон При изготовлении мебели мы сделали очень много образцов Чтобы добиться нужного нам оттенка зеленого Чтобы он выглядел природно Чтобы он не был каким-то отдельным пятном от данного интерьера И создание данной мебельной конструкции у нас заняло достаточно много времени Это подиум, который объединяет все пространство спальни Оно используется и как спальное место И с другой стороны у нас находится дополнительная система хранения Одна из таких тоже главных фишек и классных Это то, что мы утеплили лоджию Причем мы это сделали так, чтобы это можно было согласовать То есть не нарушив никаких законов То есть мы заменили здесь входной проем на сдвижную дверь теплую Здесь положили электрический теплый пол И получилось супер такое комфортное, чинное пространство Чтобы отдыхать, скажем так Вот кресло, в котором можно почитать книжечку Есть естественный свет, есть искусственный свет И как бы самая классная фишка Это вот игровое место Клиент любит играть в PlayStation Мы его специально сделали на балконе То есть можно закрыться вот наглухо этой дверью Здесь там включить там на максимум громкость Ничего не будет слышно, потому что там двойной стеклопакет Толстая рама И в то же время здесь очень комфортное место Поскольку все утеплено, можно его использовать и зимой То есть по факту это идеальное место, где расположить PlayStation Потому что это всегда большая проблема с шумом, со звукоизоляцией И вообще, что человек здесь может довольно долго находиться И мы сначала сомневались, что это будет хорошим решением сделать это на балконе Потому что может быть летом перегрев, зимой холодно Но, как видим, здесь сегодня у нас на дворе зима А здесь суперкомфортно В продолжении кухни-гостиной у нас есть терраса На которой мы предусмотрели озеленение Чуть позже тут появится бетонное красивое кашпо для них И мы можем наблюдать красивый вид с квартала Очень классно, что это не просто формальный такой балкон, который помогает от пожара спастись Да, это действительно большая терраса, на которой можно поставить лежаки и чуть ли не загорать Это очень круто В завершении это уже третье наше с вами видео Я, как профессиональный блогер, должна попросить вас поставить лайк, колокольчик И обязательно подписаться на наш канал Да, спасибо, что посмотрели Обязательно пишите комментарии Обязательно спрашивайте, какие бренды мы использовали Мы на все вопросы ответим И до новых встреч в следующем видео Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok